Девушки отдыхают А наш хэтч 2172 Так вот, цифра 21 обозначает класс, при том С Но здесь мы все-таки идем на поводу у зрителей Потому что в этой гонке вы хотели видеть именно Приору Пусть будет по-вашему Тем более, если сравнивать габариты, вес, моторы То Приора сродни современным представителям Б-класса Логан, Пола, Рио И далековато от Мегана, Гольфа и Церата Автомобилей класса С Ну что, Виктор На твоих плечах сегодня лежит немалый груз ответственности И я вижу, как он давит на нашего героя Вы только гляньте, какие ожидания у поклонников вазовских машин Да Приора этих овощей даже не почувствуют Это про Пола, Рио и Логан Приорик должен всех порвать А водила толковый нужен Но болельщики Рио, конечно, не согласны Я думаю, что Солярис и Рио 1.4 самые быстрые атмосферники В своем объеме Ну вот и посмотрим сегодня Притом все понимают, что многое будет зависеть именно от наших водителей Это как раз ответ тем, кто говорит Да что там Дрэк Рейсинг Нажал на газ и поехал Ну-ну, как же вы далеки от темы Ну, про Рио мы уже много сказали в предыдущих программах Поэтому сегодня априори Она, кстати, с мотором 21-126 Знаем, знаем Вы хотели 127-й мотор Но Посмотрите на заводские характеристики Да, лошадей в 127-м прибавилось Впечатляет 106 Но Прирост момента мизерный И разгон до 100 Не изменился Так что Приора и с этим мотором Вполне резвая Вот хватит ли ее на Рио Напомним, что он с двигателем 1.4 С этого объема карета снимают 107 лошадей И главное Пока Белый Рио непобедим Ну, а как Приора в целом? Спрашиваю я у Виктора Брал новый в 10-м году Слышу в ответ За 5 лет машинка показала себя вполне надежной Ну, как вам, ваза-ненавистники Такой ответ Ладно, порадуем вас немного После покупки стал уходить Тасол Помогла протяжка хомутов системы охлаждения И проблема ушла Кстати, обращаю внимание на чистоту под капотом Ага, старая добрая доделка Уплотнители Но согласитесь, этого требуют и многие иномарки Что еще делал Виктор? Признавайся Машина с кондиционером Сеточку поставил Иначе в фильтр попадают листики И прочая крупная грязь Не удивил Такое мы тебе расскажем и про иномарки Что еще? Ну вот накладку доделал у пятой двери Посадил на двухсторонний скотч Иначе протирает краску Идет коррозия И такое на иномарках видели Привет тому же Ниссану Но еще шумоизоляцию сделал Говорит Виктор Стало лучше И здесь не удивил Нормальное явление и для импортных машин А вот еще полку поменял заднюю Родная скрипучая О да, такие полочки мы часто советуем В нашей рубрике Автоэксперт И вот подтверждение от автовладельца Стало тихо и динамики спрятаны Ну что, а приорка-то молодец Ведь все доделки можно назвать стайлингом А в целом вполне надежная машинка Хозяин доволен Однако Эта рубрика не вторые руки А погоняем Поэтому перейдем к главному Кто быстрее? Приора с двигателем 1.6 Или Киарио с 1.4 Виктор против Александра Соперники на старт МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все-таки Рио непобедим Но какая была интрига на старте? Мы думаем, вряд ли кто-то обвинит Виктора В том, что он не умеет ездить Стартанул почти нос в нос с нашим КМСом Молодец! Притом и первая, и вторая передачи Не выявили явного лидера Но далее, как говорит Виктор На третьей передаче Рио просто уходит Виктор расстроен и поддавлен Сообщает мне, что не сомневался в победе Ведь он с Астрахани приехал И астраханские за него болели Не только приороводы Ну, а я, конечно, поздравляю Александра Но он тоже переживает за Виктора Вот она, спортивная солидарность И говорит мне Вы там особо-то приору не опускайте Она хорошо едет Да не будем, конечно Тем более во втором заезде Который, к сожалению, не попал в объектив камеры Рио тоже выиграл Но при гораздо меньшем разрыве Редактор субтитров А.Семкин